Время новостей на Первом Приднестровском. Это Кэп. Здравствуйте. Главная новость – футбольная. Шериф вышел во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов. С этого и начнем. Путевку в следующую стадию Тираспольский клуб завоевал в поединке против Зриньский. Напомним, УЕФА запретил нашему чемпиону играть в Тирасполе. Итог – матч состоялся в Кишиневе на арене Зимбру. О ярких моментах поединка – наш следующий сюжет. Лига Чемпионов в Кишиневе. Шериф Зринский. Ответ на игра первого отборочного раунда Лиги Чемпионов. Болельщики уже стягиваются к арене Зимбру. Ну а мы ждем фан-движения желто-черных, 13-й сектор. Он вот-вот подъедет к стадиону. До начала игры 20 минут автобус 13-го сектора прибывает к пункту назначения. Мы рады. Мы наконец-то в Лиге Чемпионов. Новый сезон, большие ожидания, новый тренер, новый состав. Я надеюсь, что все будет хорошо. В любом случае, мы за хорошую игру. Уже поле выровняется. В смысле, игра покажет, кто сильнее. Шерифу сложнее, потому что ожидания завышены на порядок. То, что было в прошлом году. Шериф предоставил фанатам два автобуса. Оба битком. В фан-секторе 111 болельщиков. Шериф выиграет 100%. Все. 5-0. Даже так? Да. А почему такой прям счет? Ну, потому что они очень были подготовлены в гостях. Показали игру. Хоть и не было голов, но видно был дух. Я из Дубасар приехал сегодня на игру. Так как сегодня игра, к сожалению, не на родном стадионе в Террасполе. Каждую игру приезжаю, болеем. Ожидаем сегодня только победы и продвижения нашей команды. Дальнейшую сетку по турниру. Среди болельщиков наш паралимпиец Дмитрий Лавров не пропускает ни одного международного матча Шерифа. Борьба очень серьезная, потому что команды не уступают. По классу практически все одинаковые. Вот. Но вот шанс был у нас в первом тайме. И наши забили. Речь об автоголе. На табло стадиона сначала подарили гол капитану Шерифу Раделичу. Повторы показали последнее касание у другого боснийца. Защитника Зрински Савича. Впрочем, такой подарок мы тоже принять готовы. Еще один раз спасибо большое и болельщикам, которые приехали из Террасполя. И здесь из Кишинева. Это самое важное, что они болели для команды. И когда были тяжелые моменты, это что мы и сдержали. И все по игре. И еще знаю, что не была хорошая игра, только борьба. А именно силовой футбол. Вот на поле лежат сразу три игрока. В столкновении с двумя боснийцами пострадал Лужкия. Всем понадобилась медицинская помощь. Обошлось без травм. Игру продолжили. Это была сложная игра. Мы сражались. Я надеюсь, с каждой игрой мы будем лучше. За рамку шерифа по-прежнему спокойно. Даже после ухода от Анасиадиса Абалора вытаскивает сложный мяч. Несколько сейвов нашего вратаря оставляют ворота на замке, а вторую игру подряд. Терраспольчане прошли первый раунд без пропущенных мячей. Концовка. На газон на пару минут выходит Серафим Кожакари. Ранее в интервью Степан Томас хвалил игрока и обещал выпустить на поле. Хорватский наставник слово сдержал. Я работаю, просто тренируюсь. Я думал весь матч об этом. Хотел выйти. И нормально. А это легенда номер 14. Шаман шерифа Бенджамин Балима. На расхват после игры его окружила толпа фанатов. Расскажите, как матч? Понравился? Да. Что понравилось? Мне понравилось, когда шериф забил первый гол. Какие были эмоции? Очень радостные. Мы встали и начали хлопать. Шериф идет дальше. Во втором раунде Лиги чемпионов Терраспольчане сыграют с победителем пары Морибор-Словения-Шахтер-Беларусь. Для меня это Морибор лучше, чем вот этот Шахтер. Поэтому, что я знаю Морибор там близко Хорватия и Словения. Я знаю вот эту команду лучше, чем Шахтер. Соперник шериф определяется в эти минуты. Белорусский Шахтер принимает Морибор на нейтральном поле. В Турции идет первый тайм. Ну а мы запасаемся терпением. Через час узнаем следующего оппонента желто-черных. Продолжение следует...